привет с вами вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы вчерашнее видео посвященное подкормкам томатов вызвало большой интерес и очень очень много вопросов и я постараюсь сейчас на них ответить но прежде я напомню что мы говорили о том что нужно заниматься сейчас очень серьезно относиться к подкормкам томатов старые формы нам не подходят старые подходы тоже меняется время и мы сейчас более подробно об этом поговорим но напомню что мы говорили о том что обязательно нужно начинать подкормки раздельно кальций бор калий магний и это вот я разделяю на три дня если нету вот чистых калия и магния тогда нужно делить на 4 дня ну вот много вопросов много интересных мнений и даже собственного опыта пришло после выхода этого видео на нашем канале и мы сейчас постараемся ответить на большее количество вопросов которые чаще всего у нас встречаются в нашей в наших комментариях и почве в соцсетях вопрос номер один кстати я неспроста снимала видео на фоне рост потому что это как раз вопрос касается всех растений звучит так вопрос подходит ли эта схема график подкормок для всех растений огорода и сада и как часто проводить такие подкормочки в первую очередь я хочу вам сказать что это подкормка эти подкормки эта схема подходит сейчас для всех растений и огородных и цветочных и садовых почему и с чем это связано да это связано уже просто по моему даже и говорить не надо уже столько сказано новая эпоха новая материя идет сейчас трансформация всех участников вот этой новой реальности не только человека но и самой земли и всех растений животных и вы это видите меняется климат настройка идет на новые вибрации поэтому сейчас старые удобрения старые схемы старые подходы методы перестает работать и вот что мы делаем мы вот этими удобрениями в такой последовательности просто мы уже получили в прошлом году результат мы изучали как это почему так происходит и сейчас уже на основании наших результатов и на основании беседы с агрономом ученым агрономом и это агроном практик виталий владимирович кириченко с которым мы много лет сотрудничаем с 13 2013 года и мы пришли вот к такому мнению что это действительно нужны сейчас новые технологии и их предприятия вот которым я пользуюсь и удобрения занимается выпуском этих нано удобрений это нано частицы новое время новые вибрации поэтому нужны вот эти новые удобрения и что мы делаем когда мы запускаем вот это вот эти подкормки мы запускаем жизненный цикл новых участников реальности этой а это для нас наше растение почему нужно это делать обязательно и не только один раз очень хорошо кто-то из зрителей написал вот смотрите где-то в сотке у нас получается 15 сантиметров нарастает огурец естественно здесь вот кальций очень нужен его мы обработали нижние листы получили кальций не двигается по листам по по стеблю он остается вот на эти на этом уровне когда мы обработали потому что и по то есть не потому что а поэтому нужно обязательно вот садоводы обычно сейчас уже те кто действительно современные садоводы они трудятся и понимают что что-то не так и вот чтобы получить урожай хороший они вот эти удобрения используют эту схему два раза в месяц то есть каждые 14 дней для нашего огорода тоже вот для огурцов это тоже схема подходит единственное что я не использую борную кислоту у нас есть зрители несколько человек которые мне уже несколько лет описывали что они делают они собирают огурцы используя борную кислоту правда большую дозу они в течение месяца собирают урожай и уже у них растет рассада и снова высаживают получается что они просто быстро выгоняют урожай и два урожая то есть два растения у них служат на весь сезон используют борную кислоту мне не понравилась борная кислота очень быстро погибает растение у нас арктика которая у нас в один стебель и мы его до конца сезона выращиваем но надо будет попробовать еще таким образом как делает наши друзья но это если нету борной ки бора а кстати бор есть уже у многих магазинах многие фирмы уже занимаются этим знают что новое время идет и занимаются ученые создание вот этих удобрений поэтому борная кислота и все эти удобрения используем в отдельности но вот это первый вопрос подходит ли эта схема график для всех растений абсолютно для всех и мы сейчас вам еще покажем и другие растения и вы увидите что нужно обязательно делать кстати там и вопрос по картофелю давай пойдем на картофель и покажем что у нас картофель следующий вопрос связан с картофелем наши зрители несколько человек спрашивают что происходит не цветет и такое состояние что и не вяжет картофель как будто бы снова же стоит на месте и картофель тоже обязательно нужно вот мы уже провели две уже две обработки одна обработка была кальцием и другая была бором и вот эти обработки мы видим и цветет картофель и пошел в рост он как-то тоже стоял на одном месте гнижухи никакой не было у этого картофеля и только после вот этих подкормочек по листу вот такое движение пошло так что и с картофелем тоже по вопросу картофеля тоже надо запускать вот этот процесс движения процесс фотосинтеза и жизнедеятельности самого растения для чего растения для того чтобы получить урожай идем дальше вопрос номер три можно ли совмещать вот эти все подкормки которые мы раз которых о которых мы рассказываем можно ли их совмещать с опрыскиванием против вредителей и болезней я совмещаю вот эти обработки когда обрабатываю скарада м скарада м это био инсектицид и именно только использую для этих целей бор не использую а использую кальций калий и магний бор все равно его не рекомендуется использовать так и медь и серую даже органические не используем для того чтобы с биопрепаратами совмещать поэтому можно ли совмещать вот с кальцием мы совмещаем био инсектициды но я не совмещаю с кальцием триходермин тот же и фитодоктор но я думаю что и другие все-таки биопрепараты лучше их использовать отдельно да снова же возникает вопрос что очень часто нужно этим заниматься а зачем мы здесь вообще на земле находимся просто лежать на диване и смотреть коробку ящика говорят или в интернете зависать мы затем для того чтобы вот это все земли детстве землю делать на земле выращивать это души пусть это как не звучит банально но новое время новая материя мы перестраиваемся новое сознание и наше сознание должно быть настроено на то что мы воспринимаем уважаем наше растение которое дает нам энергию земли энергию солнца потому что все плоды это энергия солнца частичная энергия планет это все для нас дано чтобы мы выращивали и своими руками создавали вот эту прекрасную палитру питательных веществ и сами были здоровы и земля здорово и растения далее если можно ли использовать вот эти эту схему для того чтобы химические препараты я думаю что для вредителей возможно использовать химические но снова же осмотрите форму а вот химические фунгициды вот здесь я бы не советовала потому что неизвестно какая формула может на часть вопросов мы ответили техника не выдерживает и приходится вот записывать вот этот кусочек а завтра утром мы продолжим отвечать на все ваши вопросы вопросы много и очень важные и мы обязательно еще раз объясним разберем почему нужно именно по такой схеме по такому графику заниматься подкормками томатов и не только томата а всех огородных растений садовых и цветов раиса горяченко александр волик в сложных природных условиях у нас очень жарко сейчас солнце вышло и очень высокая такая энергетика техника не выдерживает перегревается поэтому мы на этом ставим запятую утром мы продолжим нашу работу мы прощаемся с вами всего на всего до завтрашнего дня всего самого доброго мира вам и добра хорошей погоды и хорошей позитивной энергетики которую мы получаем и отправляем всем вам пока пока пока